Синьор Дамиани, добро пожаловать в Алма-Аты. Мы рады видеть вас в Казахстане. Я знаю, что это ваш первый зарубежный визит после карантина. Да-да, я был в Алма-Аты в прошлом году в феврале, и сейчас это мой первый зарубежный визит после карантина. И считаю, это очень хороший знак, что все возвращается. Жанна, я знаю, что вы работаете с семьей Дамиани уже почти 17 лет. Абсолютно. И мне кажется, что Дамиани больше всего продается именно в Казахстане. Я хотела бы тоже это подтвердить. К сожалению, у нас китайский рынок обгоняет, но мы все еще держимся в числе фаворитов у семьи Дамиани. Сколько лет вы работаете с Китаем? Мы начинали свой бизнес с Китаем в 94-95 годах. А сейчас, около года назад, мы создали СП с китайскими партнерами, и, соответственно, объемы у нас будут большие. Жанна, ну, в Китае живет полтора миллиарда человек. В Казахстане 18 миллионов. И получается, мы конкурируем с Китаем? Абсолютно. Потому что мы являемся эксклюзивным партнером и фаворитом на рынке до сих пор. И это, конечно, благодаря правильной политике, прежде всего, семьи и нас, как партнеров. Поэтому Дамиани знает буквально каждый человек в Казахстане. И, слава Богу, любят. У нас жизнь полна праздников, тоев, хороших событий, где Дамиани являются непосредственными спутниками всей нашей счастливой жизни. Это действительно правда. У нас с Жанной сложились очень теплые и сестринско-братские отношения. Потому что мы знаем друг друга уже 15 лет, и это не только бизнес, это личные отношения. Конечно, как у всех братьев и сестер, у нас могут быть разногласия. Но они всегда решаются очень мирно, и в конечном счете они только полезны для наших отношений. Я должен отметить, что Жанна является частью нашей семьи. Мой брат, моя сестра, мы все доверяем Жанне. Дамиани – это семейный бренд. Кто из членов вашей семьи работает сегодня в вашей компании? Да, действительно, это так. Это семейный бизнес, который основал мой дед в 1924 году. Мои папа с мамой продолжили дело, и он стал становиться более популярным. А теперь уже я, мой брат и моя сестра в третьем поколении продолжаем дело. Мы делаем все, чтобы этот бренд стал узнаваемым во всем мире. Наша главная задача – интернационализация бренда, чтобы Дамиани знали везде. Жанна, расскажите, как вы узнали о бренде Дамиани и вспомните вашу первую встречу с Джорджио? О, как я узнала о Дамиани. Во-первых, Дамиани было уже в Казахстане, но принадлежало другим партнерам. Это был такой момент непростой передачи, смены партнеров. И в этот момент появилась я, можно сказать, не совсем благоприятной. Поэтому происходила некая такая сумятица в отношениях до меня, о чем я не подозревала. Поэтому, когда я появилась в доме Дамиани, братья меня не встречали. Я была, разговаривала только на уровне региональных менеджеров. Лишь когда мы показали хорошие цифры, а открылись мы в конце февраля, и уже к открытию в Нур-Султане в этом же году уже приехала сестра Сильвия Дамиани. То есть приехали хозяева посмотреть, кто же такие... Кто там так хорошо продает. Кто там так хорошо развивает наш бренд. Ну, а Джорджио, я увидела, он тогда отвечал за Дамиани USA, и я его физически не могла видеть. И потом мы встретились уже в Казо-Дамиани. Была наша такая встреча, и можно сказать, химия с первых минут. И мы тут же решили, что у нас будут какие-то совместные поездки. Джорджио очень... у него очень такой живой ум, и я ему очень благодарна. Может быть, многое действительно в реализации осуществили мы, но очень много идей принадлежат ему. То есть можно сказать, что Дамиане повезло, что у них сменился партнер в Казахстане? Я не могу так сказать, потому что партнер этот есть до сих пор. Ой, в смысле, эти люди есть сейчас на рынке. Но будем считать, так нужно было тому времени. А как получилось? То есть вы были клиентом Дамиани до того, как сами стали владельцами Дамиани в Казахстане? Можно сказать, и так. И не совсем так. Это произошло... ну, вот так произошло. С течением обстоятельств. Так, видно, нужно было той компании происходило. Всегда есть какая-то эволюция. Они какие-то компании выбирают. То есть уже через год вы смогли доказать семье Дамиане, что вы лучший их партнер? Ну, мы даже не стремились быть лучшими. Мы стремились работать хорошо. И так получилось, что в один год мы открыли два бутика, и наши партнеры оказались... были очень нами довольны. Шерон Стоун, Микелю Плачеда, Софи Лорен, Арнелла Мути. Многие голливудские звезды работают с семьей Дамиани, лично дружат с Джорджио Дамиани. И вот я хотела бы, Жанна, чтобы мы с вами вспомнили историю, когда Софи Лорен, по-моему, где-то лет 10 назад, да, приезжала в Казахстан. Я знаю, что там такая интересная история была. Ну, немного печальная, грустная, но, тем не менее, жизненная история. Да, мы очень ждали такое событие, как приезд Примы. И она живет между Римом и Швейцарией. И в тот момент рейс был Швейцария, ой, это, значит, Дженева, Франкфурт, Алмата. И, к сожалению, она споткнулась на трапе, упала и, ну, ударилась головой. И по приезду в Казахстан мне, к сожалению, не сообщили, ее повезли на скорой в нашу Совминку. То есть из аэропорта сразу Совминку? Из аэропорта повезли в Совминку. Софи Лорен. Так что, я думаю, кто-то из Совминка, дежурные имели честь обследовать Софи Лорен. Вот, ну, слава богу, все оказалось нормально. Тем не менее, я весь день переживала 300 человек народу в ожидании встречи с легендой. И это было, ну, она, ей было на тот момент 78 лет. И вполне возможно, что она имела право сказать, что я себя неважно чувствую, и отказаться. И, в принципе, это был такой форс-мажор, который бы все приняли. Но она появилась вовремя, красивая. Вот, излучающая вот эту энергетику навязал. И, вы знаете, я видела лица людей, все светились. Было очень много мужчин, которые отложились в свои командировки и приехали встретиться с ней. И она достойно, приветливо, красиво провела это мероприятие. Потому что она, ну, и была, в принципе, центр вот этого всего события. 78 лет. 78 лет. У нее, в принципе, я уверена, все равно болела голова. Какой-никакой это был ушиб, это была травма. Но вот что значит профессионал, вот что значит человек с большой буквы. Она улыбалась, она здоровалась со всеми, она фотографировалась. Она просидела до конца. И вот мы ее все вот такой запомнили. Вот не зря она легендарная женщина, красивейшая, которая вошла в календарь Пирелли, как красивейшая женщина столетия. Сеньор Демиани, расскажите о ваших рабочих взаимоотношениях Софи Лорен, Арнелло Муци, Микеле Плачидо, Шерон Стоун. Я могу сказать, что наши отношения со знаменитыми голливудскими актерами, известными людьми, они начинаются с дружбы. Мы встречаемся на больших мероприятиях, знакомимся. И поскольку у нас семейный бизнес, они знакомятся с моим братом, сестрой. Они видят, что мы хорошие люди, и почему бы с нами не пообщаться? И так формируется наша дружба. Основой наших отношений являются чисто человеческие отношения, а бизнес это уже второстепенное. Многие думают до сих пор в Казахстане, что Демиани это дорого. Хотя я знаю, что там серебряная коллекция вообще недорогая, да? И даже золото, бриллианты начинаются там в пределах от тысячи долларов. То есть почему у людей вот такие ассоциации? Ну, видите, когда идет позиционирование как люксовый бренд, люксовый бренд, и таковыми мы и являемся, стопроцентный хендмейд, ручная работа, сделано в Италии. Такое позиционирование порой пугает людей, или, предположим, такая локация, как Иссентаймол. Я знаю, что многие боятся туда зайти, опасаясь, что просто это будет не по карману. Но при этом они не боятся идти на золотой рынок, где за 2000 долларов покупают там браслет, который можно купить брендовый. Вы знаете, люди, всегда начиная приобретать ювелирные изделия, начинают либо с базаров, либо с Дубаев, либо с Турции. И в какой-то момент не понимают, что стоит не только проходить по ювелирным изделиям, а просто попытаться зайти. Первое, чем они будут удивлены, это, как вы говорили, ценой, потому что рынок меняется. Сейчас все бренды идут в сторону масс-маркета, потому что недаром Эрме платочки продает, парфюм, Тиффани, серебро. Потому что это огромный потенциальный рынок, и ты выращиваешь себе клиентов. Сначала он взял серебряное колечко, но ему так понравился сервис, ему так понравился вот этот стори-тейлинг, история всего этого, что дальше он обязательно придет. Мы выращиваем своих клиентов. И каждому, вне зависимости, у нас есть и изделия за 150 долларов, условно говоря, мы выращиваем их, и дальше они чувствуют себя важными, они чувствуют, что эта вещь статусная. Потому что всегда я говорю, что чем мы отличаемся от простых ювелирных магазинов, что купив кольцо в ювелирном магазине, возможно, может быть, сдадите его в ломбард, или оно будет такое, как у всех. Но когда вы одеваете кольцо от каких-то ювелирных брендов, далее у него история вот именно длинная, моральная, потому что это уже бренд, и ты его можешь передавать и дальше, и у него нет... И с каждым годом, к сожалению, он только растет в цене. Отсюда не надо бояться, нужно зайти, мы всем рады, и они почувствуют наше гостеприимство. А купят они или нет, это второй вопрос. Мы абсолютно не стремимся вот к тому, чтобы человек обязательно купил. Не нужно бояться, да. Нужно просто получить информацию, я думаю, что это интервью как раз поможет. Джорджио, где вы берете вдохновение, новые идеи для ваших будущих коллекций? Белли-Полк. Да, то есть очень много же коллекций. Это зависит, нет реально правил. Потому что вдохновение, креативный систем, вы не можете... Здесь нет никаких правил. Вдохновение – это процесс, который не признает границ. У меня вдохновение возникает, когда я изучаю арт, историю. Наши ювелирные изделия особенные. Они становятся частью жизни наших клиентов. Например, замужество, рождение детей. И я хочу, чтобы люди ассоциировали наши изделия с определенными знаковыми событиями своей жизни и наслаждались им. И, конечно же, путешествия тоже вдохновляют меня. Во время пандемии мне жутко не хватало путешествий. Мне кажется, что у каждой казахстанской женщины есть домиан. Либо подарили нам кудалов, либо гручальное кольцо. Вот обязательно что-то... Но мы стремимся к этому. Это стало символом вообще семьи. Мне кажется, что это как-то связано, наверное, с тем, что это семейный бренд. И вот у нас очень много семейных традиций. Ну, очень много общего. Культура, наверное, совпала. Вот как вы анализировали, в чем успех? Почему именно Дамиани продается в Казахстане? Ну, просто, я не знаю, там, мега, да, Дамиани мега популярна. На самом деле, вы очень правильно заметили, что культуры наши очень схожи и ценности семейные. Поэтому нам работать очень легко. Но в чем именно уникальность бренда Дамиани? Их вот этот вот очень такой теплый подход не только к нам, к партнерам, но и непосредственно к клиенту, который становится другом Дамиани. Не случайно в первый год знакомства нашего с Джорджио он приезжал пять раз в страну. Ну, согласитесь, не каждая страна удостойна такой чести, чтобы сам хозяин приезжал пять раз. Или, предположим, ну, редко случается вот такая оказия. Поэтому то, что произошло, и почему каждая женщина действительно полюбила, потому что у каждого и каждой коллекции есть некая такая история, есть легенда, которая обязательно затрагивает душу и обязательно хочется это приобрести. И совпадает это с хорошими мероприятиями, как будто бы это изделие создано для этого мероприятия, именно для этой женщины. Почему у нас вот и получается вот такая хорошая история? Сеньор Дамиани, где вы покупаете бриллианты и другие драгоценные камни, если это, конечно, не секрет? Это не секрет, откуда поступают бриллианты и наши камни. Наша компания на рынке почти сто лет, и мы семейный бизнес. И очень важно отметить, что мы также работаем с семейными компаниями. Это известные поставщики бриллиантов и драгоценных камней. Я знаю, что мой отец, мой дед имел с ними хорошее отношение, и я продолжаю с ними работать. Здесь важно быть впереди конкурентов. Рынок необработанных бриллиантов – это прежде всего Южная Африка, Россия. Также есть добыча и в Канаде, и Австралии. Очень важна огранка. Это компания в Анверпене, Нью-Йорке и Тель-Авиве. Что касается цветных, драгоценных камней, это, конечно же, Таиланд, Бирма, Колумбия. С ними у нас тоже хорошее взаимоотношение. Жемчуг поступает к нам из Австралии, из Таити и Японии. Здесь не деньги главное, а отношения, выстроенные годами на принципах честности и оперативности. Здесь зевать нельзя. В мире все меньше и меньше хороших, драгоценных камней, и поэтому мы должны быть первыми. Мне очень нравится история бренда Дамиани, потому что это семейный бизнес. И вот мне интересно, почему вы решили продолжить дело семьи? У меня на самом деле не было других мыслей заняться чем-то другим. Потому что, когда я был ребенком, я просто смотрел на своего отца, на свою маму, и меня всегда поражала та страсть, с которой они занимаются любимым делом. Поэтому это был естественный переход, и меня никто никогда не заставлял быть частью нашего семейного бизнеса. Мы много ездили по миру, покупали прекрасные камни. Я учился в школах в разных странах, и, честно сказать, у меня не было мысли работать в другой сфере. Жанна, все говорят о том, что ювелирные украшения – это инвестиции. Вот почему люди должны инвестировать в Дамиани? Они не должны инвестировать в Дамиани, но кто уже инвестировал… Тут уже в плюсе? Уже в плюсе, однозначно. У меня был такой вопрос к одной моей подруге. Она купила давно трехкаратник, а у нас есть политика обмена. То есть она может вернуть трехкаратник и взять себе больше, предположим. И это не только у нас. Эта практика практикуется у многих больших брендов. Я ей предложила, ну, ты давно хотела пять, может быть, возьмешь, ты нам отдашь. Она посмотрела на цену сегодняшнего трехкарата, посмотрела цену, по которой купила она, и сказала, знаешь, я лучше оставлю и буду копить на пять. Ну, чем тебе не инвестиции? Потому что мало того… То есть бриллианты всегда в цене растут? К сожалению, да. И более того, большие становятся уже такие редкие оказии хорошие. И получается, что помимо того, что ты приобрел, ты носишь, ты получаешь еще удовлетворение и какую-то сатисфакцию. Ну, и помимо того, оно у тебя не лежит там в сейфе, где-то там, я не знаю, в банках или в акциях. И ты непонятно, что будет с рынком, и непонятно, что будет дальше. Здесь и сейчас ты кайфуешь от сегодняшнего момента. И вот это емкое, капиталоемкое изделие, оно, помимо того, что сохраняет твои деньги как минимум, оно дает тебе плюс. И опять же, оно не устаревает, оно не подлежит никакой-то усушке, каким-то изменениям. Всегда будет мода. Что бы ни говорили, как бы не менялись поколения из поколений, но вот это то самое, которое остается вечным. Ну, такова природа человека. Потому что есть такая традиция дарить, например, кольца, когда ты делаешь предложение. И по миру идет так, что с каждым годом, особенно сейчас открылся китайский рынок, вот этот вот спрос на ювелирные, именно на камни превышает предложение. Поэтому цена росла и будрости. Дорогие женщины, все, кто купил Демиане, вы уже в плюсе. Однозначно. Джорджо, my last question. Как вы думаете, какие коллекции однозначно войдут в историю ювелирной индустрии вообще в мире? В течение всех лет существования нашего бренда у нас сложилась замечательная история действительно ювелирных шедевров. Наша компания занимает уникальное место в мире, потому что мы единственная компания, которая за последние 30 лет получила 18 наград Diamond International Award. Это международная награда в сфере бриллиантов. У нас есть фантастические примеры ювелирного искусства, которые мы храним в нашем музее. Это шедевры. Мы можем, конечно, повторить копии, но оригиналы хранятся в музее Демиане. Сергей, который на вас, это коллекция Белли Пок. Прекрасная эпоха. Украшения, которые украсят женщину при любом событии. Трудно сказать, какая коллекция лучше. Коллекции как дети. Сложно сказать, кто самый лучший. Чья была идея создать коллекцию Аль-Сара? Ваша или Жанны? Эта идея была коллективной. Я много путешествовал по Казахстану и впитывал в себя особенности культуры казахского народа. Я убедился в том, что у казахов есть собственная традиция ювелирного производства. Мы встретились с Аль-Сарой, и она предложила нам идею создания эксклюзивной коллекции. У нас в Демиане это было впервые, и сейчас мы можем отметить юбилей коллекции Аль-Сара. Мы ее создали в 2011 году. Жанна, меня всегда вдохновляет ваша энергетика, ваше трудолюбие. Вы человек, который только прилетел из Америки, Джорджио прилетел из Италии, вы встретились в Стамбуле, сегодня у вас презентация. И мне кажется, что у Демиане тоже с вашим приходом увеличилось, увеличивалось, вот это, знаете, какая-то, больше энергии вы привнесли, мне кажется, тоже в Демиане. Да, вот именно своей энергии. Вот как вот, потому что то, что Джорджио прилетает пять раз в год, ну там до пандемии, это же тоже говорит о многом, да? Столько звезд. И Арнелла Мутик нам прилетала, да? И Софи Лорен, и другие звезды. То есть мне кажется, что вот какая-то синергия произошла, да? Абсолютно. Потому что я никогда не относилась к Демиане как к бизнесу, от которого нужно получать деньги. Для меня это прежде всего, это уже такой лайфстайл, потому что я нашла интересное. Я в ювелирных изделиях в Демиане не вижу ювелирные изделия. Для меня это такие беспоки, это для меня изделия, произведения искусства, у которых есть своя история, и которые говорят о чем-то. И я, ну вот, наверное, подберу самое правильное слово, кайфую, когда передаваете изделия своим клиентам, которые по большому счету стали моими друзьями или были моими друзьями, я сопровождаю их, вот по жизни получается, участвую в их счастливых событиях. Потому что люди, которые приходят к нам, счастливые. У них есть повод порадоваться или предстоит какое-то счастливое событие. То есть они к вам приходят как раз по хорошему поводу, да? Абсолютно. И, конечно, я могу с уверенностью сказать, что мы много внесли динамизма в компанию, потому что, ну, может быть, в силу своего характера, я не пассивный следователь того, что… Активный партнер. Активный. Потому что, ну, значит, бывают случаи, я не могу сказать, что в последнее время локдаун, но я участвую даже в создании коллекции. То есть не могу сказать, что я дизайном занимаюсь, но я даю свой фидбэк. Они мне показывают там эскизы, я говорю, что вот это было бы здорово, вот это бы пошло, а вот это – нет. И не могу сказать, что я всегда права, потому что, когда они показали серебро, я сказала, ой, Дамиани, это же такой престижный, дорогой бренд, я не знаю, как люди отреагируют на серебро. И, конечно, я оказалась не права. Вот Тиффани тому пример. Серебро идет замечательно. У нас коллекция серебра идет тоже хорошо. То есть непосредственно, вот правильно вы сказали, я вот, мне нужно всегда, и я очень люблю вот эту лимитированную серию и прошу их, почему у нас хорошо пошла коллаборация лимитированная серия с Джоном Гальяна. Потому что, опять же, наши любят что-то, чего нет у других. Опять же, я инициировала, инициировала приезд коллекции, которые, премьер, которые должны состояться в Базили, в Казахстан, потому что я говорила, наши женщины, либо быть первыми. И иногда мы успевали даже продать, к сожалению, компанию, Джорджу самого, потому что он говорил, Жанна, мы не имеем права до премьеры показывать. Но вот здесь вот благодаря моему, может быть, напористому характеру, удавалось и такие вещи делать. А что вам нравится вот в семье Дамиани? Потому что, мне кажется, вот меня вдохновляет история, что дедушка передал свое дело сыну, сын передал своему сыну. Вот будут ли продолжать дети Джорджу, его братьев это дело семейное? Вот что мне импонирует в этой семье? Ну, во-первых, она, скажем, нетипичная семья итальянцев, которые передают из поколения в поколение, потому что, ну, как бы, нет такого, чтобы все дети были вовлечены в бизнес. Или нет такого, чтобы сейчас, по крайней мере, чтобы компания не продалась какому-то большому холдингу. Ну, такое тоже случается. И посему мне очень нравятся слова Сильвии Берлускони, когда он принимал нас на 95-летие в своем особняке. Он сказал, что это единственная компания, которая осталась из больших домов, которая принадлежит семье стопроцентно и которая вносит большой вклад в экономику Италии. И, конечно, то, что все дети не просто участвуют в бизнесе, а вносят что-то новое, когда сын превосходит своего отца. Предположим, его отец, он легенда в Валенции и является мастером с большой буквы и учителем, потому что многие мои новые партнеры учились у него и начинали школу именно в доме Демиани. Тогда как отец был поставщиком королевских семей. Допустим, они, как третье поколение, я считаю, что тоже поколение отца получило самое большое признание в мире с учетом вот этих оскаровских коллекций. Однако вот их поколение Джорджо, Сильвия и Гвидо, оно сделало новый рывок, потому что они сделали очень многое в маркетинге, в ребрендинге, в распространении по всему миру. Они купили компанию Рока, у которой и получили дистрибьюцию лучшие места по всей Италии. Таким образом, они агрессивно зашли на мир и вот, как Джорджо заметил, нет ни одного крупного города с люксовой локацией, где бы не был представлен бренд. То есть, это, конечно, заслуга уже третьего поколения. Но, что касается четвертого поколения, это вопрос Джорджо. Джорджо, у нас большая надежда, что дети продолжат семейное дело. Но мы не будем на них давить и заставлять присоединиться к нашей компании, как было и в моем случае. Мои родители нас тоже не заставляли. Но мало быть членом семьи, надо быть подготовленным и иметь страсть, которую нам привили папа с мамой. в семье бизнеса, конечно. Жанна, сеньор Дамиани, спасибо большое за очень интересную познавательную беседу. Друзья, вы смотрели Джосухпад, и сегодня вместе с нами был вице-президент Дамиани Групп Джорджо Дамиани и его стратегический партнер, человек, который 17 лет назад начал возрождать Дамиани в Казахстане, Жанна Кан. Спасибо, Динар. Спасибо. Спасибо, Рахмет. Спасибо, Рахмет.